МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казалось бы, неплохие вещи происходят в дворе 201-го дома по улице Болхашской. Но, во-первых, на придомовой территории кронировали деревья. И теперь опасные ветки ниоткуда не свисают. А во-вторых, у восьмого подъезда демонтировали аварийный козырек. Но обе его части уже месяц лежат здесь же. Одна на газоне, а другая прямо рядом с подъездом. Впрочем, как и спиленные ветки деревьев. При этом новый козырек над подъездом так и не появился. А ведь весной он, ой, как нужен. Снежно-ледовые глыбы уже начинают сползать с крыши. Так что вход в подъезд и выход из него становятся небезопасными. При этом управляющая компания никаких мер по этому поводу пока не предпринимает. Новогодняя елка в середине марта не такое уж редкое для Перми явление. На этот раз зеленая красавица своей блестящей солнцем и шурой привлекла наше внимание на улице Братской. И мы сразу вспомнили, как ровно год назад, именно в этот день, 13 марта, мы также снимали елку. Но только тогда на улице было гораздо теплее, и мы уже совсем расстались с зимней одеждой. Кто новому году рад, тот елку три месяца не убирает. 23 февраля пережила, 8 марта перестояла, а уже совсем скоро майские праздники. Осталось каких-то полтора месяца продержаться. Ну а пока добро пожаловать в кадр с сегодняшнего дня. Тем временем, ровно два года назад, 13 марта 2016-го, уже было не до елок, снег в Перми почти растаял, и мы снимали газоны. Обычно в первой половине марта мы этих лягушек лишь торчащими из сугробов наблюдаем. А сегодня совершенно спокойно смогли к ним подобраться, потому что погода стоит добрая, по-настоящему весенняя. Кстати, в этом году лягушки неплохо пережили зиму. Реставрация им практически не понадобится. Ну а в середине марта этого года у нас пока елки, снег и минусовые температуры. Но мы оптимизма не теряем и ждем тепла. Ни в коем случае не забывайте о том, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. На этот раз победителя ждет сертификат на 500 рублей от ювелирного магазина и сладкий подарок от телеканала «Рифей». Свои сообщения вы можете передавать, как всегда, в нашу информационно-справочную службу по телефону 2-630-300. Группа дежурной по городу ВКонтакте также в вашем полном распоряжении. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова